Как страшно и нелепо умереть от удара молнией. В день, когда на Москве и Подмосковье обрушился ливень с грозой, погибли люди. Элементарные правила поведения во время стихии нужно знать обязательно. Хуже всего еще оказаться на открытой местности, на возвышенности. Если уже это произошло, то необходимо спрятаться в какое-то углубление, подобие канавы. Также необходимо избегать контакта с водой. Потому что молния, попавшая в водоем, распространяется на радиусе в 100 метрах. По телефону ни в коем случае нельзя разговаривать, так как все эти магнитные волны притягивают удар молнии. Гроза – это всегда угроза жизни человека. И предупредить несчастные случаи всегда легче, чем потом сожалеть о случившемся. Все же знают прекрасно. Сиди дома, пей чай, отдыхай. Вдруг вас застала гроза? Дом далеко. Что делать? Ну, где-нибудь скрываться, только не под деревом, конечно. Зонтный держать в руках. Мобильник тоже не разговаривает с мобильником. Купаться, дотрагиваться до железа, стоять под деревьями. Ну, а что же надо знать, если в человека все же ударила молния? Первое – это положить больного на спину или на бок. Или, если кладете на спину, то обязательно повернуть голову на бок для исключения западания языка, и чтобы не было остановки дыхания. И производить искусственную вентиляцию легких путем дыхания рот в рот. При этом необходимо максимально быстро вызвать бригаду скорой медицинской помощи через службу 112. Июль – это месяц, когда гроза и ливни – обычное, вместе с тем, опасное явление природы. И поэтому надо знать и соблюдать элементарные правила безопасности. Если же беда все-таки застигла вас врасплох, то необходимо связаться со службами спасения по телефону 101-112. И чтобы дозвониться в пожарную охрану города Видное, необходимо позвонить по номеру телефона 541-37-00, либо 541-37-11. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.